Тут до сих пор продолжают идти какие-то письма, заметки про эхо Москвы. Уж три года ушло, как я с эхо Москвы, и тем не менее. Я говорил когда-то, что рассказать всё про эхо Москвы. Понимаете ли, с эхом Москвы работать я начал, или оно со мной начало, в 1993 году, когда на тот момент первый интервьюер Союза, простите, уже не Союза, уже России, Матвей Гонопольский, с которым мы познакомились в 1993 году на золотом остапе этой премии в Петербурге, пригласил меня в свою передачу. Ездил я первые разы на эхо Москвы, ещё в старое здание, про которое ничего не помню. Была только какая-то железная лестница, ещё его жена первой пирожками меня кормила и так далее. И всё оно было хорошо до поры до времени, пока передача, передача особое мнение не пошла в несколько новый формат. Так вот, какой скандал вы не возьмите, какой эксцесс вы не возьмите, всё начинается гораздо раньше, чем оно выходит наружу. Гораздо раньше оно началось, когда, скажем так, некоторые ведущие имели свои задачи всячески троллить приглашённого гостя. При этом гость должен улыбаться и говорить дальше. Я несколько раз, несколько, это 3-4 как минимум, звонил приятелю своему старинному, когда-тошнему, Серёжу Бундману, с которым мы дружили больше 20 лет, до со старинных советских, с ленинградских времён были знакомы, и говорил, Серёга, слушай, ну вот нафига вот эти вот подколки, эти совершенно сбивающие реплики, которые меня совершенно выбивают из кли, и которые ничего не дают передачи, я потом вообще весь вечер ворочаюсь, ночью не могу уснуть, дёргаюсь, зачем это надо? Повторяю, несколько раз. И ответы были, знаете, такие, мягкие такие, уплончивые такие, что, ну, всё это ничего, всё это хорошо, всё это потихоньку и так далее, и так далее. Ну, так вот, знаете ли, с годами я стал очень плохо переносить несколько вещей. К этим вещам относятся глупости, и прежде всего активная глупость, и непрофессионализм. Вот что касается глупости и непрофессионализма, понимаете ли, человек, который работает радиожурналистом, в моём представлении, в представлении Старой Школы, должен иметь несколько качеств, к которым относятся достаточно быстрая, внятная речь с хорошей дикцией, достаточно быстрое соображение и обязательно подготовленность к этой передаче. Потому что, когда ты выходишь на аудиторию в сотни тысяч и миллионы человек, то, простите, пожалуйста, люди должны получить то, на что они рассчитывают. И при этом, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот меня это сразу, простите, дорогие бога, выводят из себя. Бывает. Так вот, первый раз с милой Оленькой Бычковой мы имели разногласия, дай бог памяти, это было в 2011 году точно, когда Путин, вновь выдвинувший свою кандидатуру из премьеров обратно в президенты, встречался, так сказать, с дюжиной избранных письменников в рамках, кажется, десятилетия Книжного Союза. Встреча была себе как встреча, ничего из себя особенного не представлявшая. Но, вот когда эта встреча окончилась, а мне-то бы решили предоставить первое слово, не предупредив меня, что первое, а знаете ли, я к любым мероприятиям, к любым передачам привык готовиться. То есть, что сказать нужно, требуется, как? Ну, сказали вы, что первое, я бы устроил всю заводку, неважно. Потом были в этот день, ну, два-три десятка звонков. Вот вы были на встрече с президентом, ну, кто-то неприятным, Путиным, кандидатом. Что он сказал? Как вы можете прокомментировать? Да нефиг там комментировать. Обычная статусная встреча. И когда я приглашаюсь на «Эхо Москвы», и вопрос, который задается, ну, как выглядит президент, простите ради бога, эти вещи выводят из себя. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова. Мы сегодня будем говорить с теми, кто своими глазами видел нашего бывшего и будущего президента Владимира Путина. Путина Владимира Владимировича, вернее, нужно сказать. Это писатели Михаил Веллера и Алиса Ганиева. Добрый вечер. Вечер добрый. Потому что на днях в Москве проходил седьмой съезд Российского книжного союза. Там было много писателей, его посетил также премьер-министр. И вот в рамках этого события произошла встреча литераторов с главой правительства. Ну вот как всё это было, мы будем как раз обсуждать в ближайший час в нашей программе. Мы ещё надеемся сделать пару звонков из эфира другим литераторам, потому что много там было людей. Сколько там всего было человек? Понятия не имею, около 15. Ну, прилично так, на самом деле. Да. Ну, это позже. Прежде чем вы начнёте делиться своими соображениями, рассказывать какие-то подробности, которые, может быть, нельзя прочитать в средствах массовой информации, поскольку программа называется «Своими глазами», то скажите мне сразу, как выглядит, как выглядел Путин, человек, который буквально перед этим самым днём заявил, наконец, что он будет нашим следующим президентом, скорее всего, если мы, конечно, этого захотим. Вы знаете, вот встреча была туда-сюда, в рамках ожидаемого. Но вот реакция средств массовой информации на эту встречу выглядит неприлично и пессимистично. Вы можете себе представить американских литераторов, которые встретились с президентом, и их журналисты, ведущие радиокомпании, спрашивают с придыханием, ну, как вы нашли президента? Или британские литераторы, которые были у королевы, их с придыханием спрашивают, ну, как там королева? Ольга, почему журналисты говорят об этом, как староста деревни расспрашивает крестьянина, который в Петербурге видел царя? Нет, вы исключение. Вы исключение. Вы прекрасный выдержит. Я считаю реакцию на это унизительной. Нет, нет, ничего унизительного. Это вообще не предмет для разговора. Нет, Михаил Иосифович, я хочу узнать, что... Зачем вы это хотите? Я хочу... Ну, мне интересно. Зачем вам это интересно? Если бы вы пошли как писатель на встречу с королевой, я бы вас обязательно спросила, что на ней было надето, как она выглядит. Я бы этого не заметил. Ну, вот так и скажите, что вы как писатель совершенно не наблюдательный. Нет, вы сказали, как была одета королева. Королева была одета в корону. Речь о том, что все подобные встречи главы государства, правительства, лидера не лира, с литераторами, мастерами искусств, мастерами машинного доения и байкерами преследуют на самом деле только одну цель и программу. Со стороны одного – это пиар-акция, со стороны остальных – это статусная церемония. Это тоже пиар-акция. Вы знаете, вот пиар-акции мне хотелось избежать. Когда... Вот только кончилось, и начал разрываться телефон. Два десятка звонков за день и вечер. Ну, как вы это можете прокомментировать? Постыдно делать себе пиар на том, что ты с кем-то встречался. Скажите, а в другом качестве? Вас литераторы не интересуют? Только в качестве тех, кто живем, увидел Путина? Ну, стыдно же. Ну, что же это за халуйский комплекс? Это не вам, это не вам. Это вообще. Понимаете? Не-не-не-не. Да плевать, как он выглядел. Не важно, как выглядит кошка. Кошка должна ловить мышей. Нет, как кошка ловит мышей, это мы с вами разберемся. Да. Но мы читаем, мы смотрим, мы живем, в конце концов, вот, нашей мышиной жизни. Мы знаем, как кошка ловит мышей. А как кошка выглядит вблизи? Вот об этом надо говорить. Вот вы расскажите нам, потому что я не видела, например, как выглядит вблизи будущий президент страны, который только что сказал об этом. И мне, например, интересно, он, например, выглядел умиротворенным человеком, который, наконец, совершил этот шаг, который от него так долго ждали. Я считаю... Я считаю... Выглядел очень напряженным, потому что он понимал, как наношу снова ему придется взвалить на свою жизнь. Я считаю ниже человеческого достоинства обсуждать перед огромной аудиторией, как выглядел лидер. Да что же это такое, наконец? Ну, я повторяю, что это за халуйский комплекс? Что это за деревня, которая спрашивает, во что был одет царь? Ну, нехорошо, честное слово. Да, халуйский комплекс, а женское любопытство может быть? Я поэтому Алису спрошу. Да, я как раз... По телевизору было видно, во что он одет. В костюм, рубашку и галстук. Второй раз. Понимаете, я все эти разы помню. Когда тебе по нервам хорошо поездят, то ты это довольно долго запоминаешь. Второй раз бы помнится после взрыва на бостонском марафоне. А взрыв этот был в 2013 году, наверное, в конце лета или в начале осени, сейчас не помню. И относительно этого террориста, Джохара Царнаева, был задан какой-то безумный вопрос, жалко ли мне его. А вам жалко этого Джохара Царнаева? Вот 19-летний парень, который вполне себе, видимо, как-то адаптировался в Штатах, которого, видимо, судя по тому, что сейчас поступает информация, видимо, старший брат вот сбил с толку. Мне очень жалко тех несколько десятков несчастных, которым ноги поотрывало. Потому что раненые, что раненые? Ноги оборвало. Вот это вот реально не то, что жалко, но ужасное совершенно чувство. А что касается этого, то, конечно, как минимум повесить. А что еще ему нужно сделать? То есть террористов надо бы искоренять там, где они могут быть настигнуты. И простите, ради бога, там, девушка ноги оторвала этим взрывом, понимаете? Там были люди, искалеченные на всю жизнь, не считая троих убитых. И вот этот вот вопрос, ну, надо же иметь что-то в голове. Потом был третий раз. Третий вопрос был про Украину. Видите ли, сейчас Донбасс немного заглох. Потому что сейчас у нас коронавирус, сейчас у нас падение рубля, сейчас у нас нефть ниже нуля и так далее. Сейчас нам же пока не до Донбасса. А вот тогда это все только разворачивалось, вы понимаете? Нужно же понимать, что означают спорные территории. Спорные территории – это то, на что обе стороны предъявляют права, и обе стороны имеют к этому отношение, имеют на это право. Если бы союз бы расходился по-человечески, то была бы создана комиссия конфликтная по расхождению из историков, из этнографов, из политологов, которые бы спокойно разбирались. Но ребята же так стремились стать цариками на своих разваленных кусках, в своей Беловежской пущей, что они сдали все. Ну а после этого, значит, что дальше все знают? С одной стороны, неправедно отдали, а с другой стороны, неправедно пытались отобрать. Но нужно же сначала, а зачем нам разбираться? Позвольте сказать, наконец, об Украине, потому что эти разговоры о территориях надоели хуже горькой редьки. Стало быть, когда государь-император Николай II был не заложен, и когда с 1 марта 1917 года Российская империя была объявлена республикой, то в течение двух-трех недель на Украине собралась Рада из трех социалистических партий, которые объявили независимость. Потом к ним поехали комиссары из Временного правительства с просьбой обождать до учредительного собрания, чтобы оно все подтвердило. И сказали, ну ладно, а пока такая типа автономия. И это независимая Украинская Рада, которая объявила себя главным органом Украинской Республики, говорила, что Украина существует в составе пяти тогдашних губерний. Перечисляю. Житомирская, Подольская, Черниговская, Полтавская, Тиевская. Пять губерний. Пять. После этого произошла масса событий, а именно Октябрьский переворот, Брестские переговоры, длившиеся долго ничем. Затем немцы пошли вперед и захватили огромные территории, выкачивая оттуда хорошие вещи типа чугун, руда, уголь, сало, хлеб и прочее. И дошли они до линии примерно Харькова. Вот на этой линии они остановились. Брестский мир это все подписал. И таким образом в Украину вошли еще четыре... Куда нашли? Сейчас, 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 сейчас. Вошли вы Украину, а не на... Потому что в территории... Оленька, не перебивайте, погодите. А именно губернии Херсонская, Таврическая, без Крыма она была, Екатерина Славская и Харьковская. Когда 8 ноября 1918 года кончилась Первая мировая, и немцы сели в эшелон и поехали домой, то Красная армия двинулась вперед, но недалеко продвинулась. Гетман Скоропадский, тогдашний начальник при немцах, с Киева бежал, главным стал Петлюра, и Украина стала претендовать на большие территории, а в Харькове большевики основали столицу другой, параллельной, украинской, советской социалистической... Вот какой все это... Дайте я договорю. И они благополучно освободили всю Украину, Красные победили, Петлюра эмигрировал, и Украина тогда была начерчена на карте при Ленине в составе не только тех первоначальных от марта 17-го пяти губерний, но еще и четырех этих, которые были им отрезаны, неизвестно кому, Германии по Брестскому миру. И что? Одна секундочка. Что? Оля, я сейчас говорю то, чего вы все не говорили ни разу никто. Здесь полгода продолжается пустая болтология о территориях, никто не говорит ничего, и вы меня спрашиваете, а что? А 18 перпендикуляр. Так вот, я говорю, что эти четыре губернии были прирезаны по Брестскому миру, когда по Брестскому миру Москва признала вот эту территорию Украины, а когда Украина стала абсолютно советской в рамках новой советской империи Советского Союза, то эта граница чисто протокольно была оставлена. Вот такова история вопроса, чтобы никто не спрашивал, кому принадлежит Новороссия, и что, чего, кому, передавал из России и Украине и обратно. Понимаете? Нет. Ну, раз не понимаете, тогда переходим к следующему вопросу. Не переходим. Можно я задам следующий, еще один свежий вопрос? Конечно. И что вот из этого всего следует? Какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Масса территорий передавались из рук в руки на протяжении разных времен. Я знаю, я знаю, объясняю. Когда Ньютон опубликовал свои математические начала натуральной философии, то один из лордов, входящих в королевское научное общество, его спросил, ну и что? На что Ньютон несколько растерялся и сказал, да нет, ничего, он просто хотел сказать, что вот эти вот основные законы, по которым устроена природа, можно математически обсчитать и выразить. Это к тому, что одни рассказывают сказки, что укры – это предки троянцев и египтян, а другие рассказывают сказки, что московский улус Орды – это наследник Киевской Руси. Вот это к тому, чтобы не рассказывали сказку, а имели общее представление об истории, потому что кто не знает истории, тот будет орать и биться головой о стенку до Второго пришествия. А я не люблю, когда журналисты помогают людям орать и биться головой о стенку. А если перевести на русский язык, это значит, что из этого следует, что претензии на Новороссию, они не имеют глубоких исторических корней, если кто-то хочет их, например, искать. Из этого следует, что сегодня искажают историческую правду обе стороны, потому что одни врут в одну сторону, другие врут в другую сторону. А когда врут, это означает, что имеют другого за идиота. Я не хочу, чтобы люди имели за идиота. Вот что из этого следует? Ну, когда люди говорят, что они, например, чувствуют себя русскими, но живут на территории Украины, то, может быть, и так важно, что там было при Скоропадском. Нет, это совершеннейшие глупости, потому что отрицать историю вопроса, это означает сеять зубы дракона. Из этого началась Первая мировая война, из этого началась Вторая мировая война. Из этого может начаться Третья. Вот из вашей точки зрения может начаться Третья мировая война. И когда тебе говорится таким вот размягченным голосом, а какая, собственно, разница, чей Крым? Крым, он и есть Крым. А если здесь говорят, что Крым наш, то ведь это тоже не имеет никакого значения, на самом деле, Крым чей? Потому что он всё равно остаётся Крымом. И что? Вы знаете, расскажите, пожалуйста, всем, кто населяет Крым, что не имеет значения, чей он. Расскажите это в Кремле, расскажите это вежливым зелёным человечкам, расскажите это в Киеве, и послушайте, что они вам ответят, что это не имеет значения, чей. Оль, вы лучше не судите, а политика у вас плохо получается. Давайте следующий раз. А я не сижу о политике. У меня это получается примерно так же, как у вас. Потому что я сижу об этом абсолютно с точки зрения здравого смысла. Если я не ошибаюсь, здесь вопросы задаёте вы, отвечаю на них я. Если вам не нравится мой ответ, и вы с ним не согласны, то это ваше мнение. Ну, разумеется, но вы же знаете, что не бывает плохих вопросов, а бывают плохие ответы. Оль, мы тратим все драгоценное время, вы замотали уже пять минут. Нет, 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 это пять минут, которые я хочу заматываю, хочу не заматываю. Мы сейчас делаем перерыв на три минуты рекламы, а потом продолжим заматывать так, как я буду задавать вопросы Михаилу Веллеру. Простите ради бога, по жизни я с такими людьми не то чтобы не разговариваю, у меня знакомых таких нет. Ну, каждый как-то ищет по себе. Вот на мой взгляд, это размягчение мозга. Но вы знаете, в каждой избушке свои погремушки. Кто в доме хозяин, в доме свой устав и так далее, и так далее. Это странная позиция. Мы обсуждаем сегодняшние новости, и эта программа особое мнение. У меня такое ощущение, что вы их обсуждаете, Оля, без меня. Хорошо, надо обижаться, так обижаться. Хорошо, будем перечислять дальше. Я не обижаюсь, я констатирую. Обижайтесь, окей. И вот только после этого всего, вот только после этого всего и были те выборы во Франции, где Марин Липен реальных шансов не имела, но имела хоть что-то теоретическое. Видите ли, господа, сейчас в мире, в общем, уже на Западе произошла ползучая социалистическая революция. Многие могут разевать рот и кричать «Какой социализм?». Ну, не хватает же мозгов даже влезть в сеть, войти в Википедию, посмотреть, что такое современный социализм, что такое сегодня социалистический интернационал, какие есть социалистические партии, сколько их в каждой крупной западной стране. И надо же понимать, что из этого происходит. Что гулаг нравится? Хором хотите? Жить по карточкам? Вколхой за трудодни? Ну, надо же понимать, чем это всё кончается. Если можно, ну, внести хоть одну пылинку на другую чашу. Если бы каждый внёс свою пылинку на какую надо чашу, мы бы иначе жили. С чем я и позвонил на Эхо Венедиктову, с тем, чтобы прийти с этим именно на особое мнение, потому что особое мнение – это единственная передача Эхо, которая сейчас, не знаю, а три года назад шла, значит, по РТВА, или где там, в трансляции на Запад. И наши эмигранты её, ну, все они, все, кто вообще смотрел русское телевидение, те все её смотрели. Вот после этого начинается главный акт марлезонского балета. Потому что те три раза они как-то там сошли, всё потом сгладилось. «Здрасте, здрасте», «Поцелуй в щёчку» и прочее. И вот, знаешь, я прихожу с этим, приезжает Ольга, говорит, сейчас я забегу, узнаю у наших новостников, какие новости, чтобы мы сначала чуть-чуть поговорили о новостях. Это капля первая. Ребят, понимаете, вот когда я вёл, да всего-то полтора года, свою передачу на Эхо Москвы, а до этого 10 лет, тоже по воскресеньям, на Радио России, я к ней, в общем, готовился сутки. То есть накануне, со второй половины дня, я начинал вот через себя пропускать все эти новости. На следующий день, с утра, в начале дня, я это всё расписывал на бумажке. Вот на их девчонки, если остались с тех пор, ещё кто-то не дадут соврать, хотя, может, рта не откроют. У меня весь стол был заложен вот этими бумажками, с выписками, именами, датами и так далее. И всё это я держал вот в этой самой, которая сверху, типа головы. И когда человек приезжает на передачу вообще неподготовленный, сейчас я зайду, узнаю какие новости, то меня это несколько сразу выводит из себя. Но потом, потом был дальше. Потом дальше садимся мы, ну, как обычно, минуты за четыре, там, до начала эфира, и, милая Ольга говорит, поговорим мы о реновации. И вот на это я отвечаю, этого на пленке не осталось. Вот про это никогда и ни в коем случае. Потому что четыре передачи до этого, свои, месяц до этого, в каждой передаче я говорил про реновацию. Пропахав эту тему на полную глубину. Кто с кем когда договаривался, какие формулировки что значили. И каждый раз я повторяю, это был, в конце концов, результат серьёзной подготовки. И сейчас, в чём передача последняя была за три дня до этого моя, вот повторять какие-то собственные слова на радио, где я всё это четыре раза уже говорил, ну, не могу, и повторять то же самое, что за идиотство. И вот все эти несколько минут Оленька меня всячески упрашивала и уламывала, чтобы я, ну, потому что, ну, новостей никаких интересных нет, не знаю, новостей никаких, ну, нет, ну, вот, хотя бы про реновацию. И когда передача начинается со слову-то, ну, и начнём мы, разумеется, с реновации. Ну, и начнём мы, конечно, с истории про пятиэтажки. Есть ли такое впечатление, что как-то постепенно сливает весь этот проект? Вот это, разумеется, меня вывело из равновесия окончательно. То есть, ты понимаешь, ну, 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 как-то хоть иначе можно было бы сказать. Можно было бы сказать открыто, что хотя бы реновацию, мы уже несколько раз говорили, но поскольку тем-то всё, нет, начнём мы, разумеется. Всё это совокупно с заторможенностью, с замедленностью речи и с совершеннейшим непониманием чего бы то ни было, повторяю, у каждого свои представления о профессионализме. И после этого человек, которому раз за разом делали одолжение, разговаривая с ней вообще. Потому что я ему, кстати, с самого начала, нет, не разумеется, про реновацию говорить не будем. Я говорил, что уже четыре раза я рассказывал про реновацию, так что готов обсудить другую тему, а реновацию не могу. Нифига, подыграл. Ну, девушка не может, ну, ну, ладно, ну, 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 потерпим, поддержим. И вот после этого тебе начинают ещё из положения, амбиции давить какие-то понты. Но что касается всего остального, заметьте, никто не пострадал. Не было убийства, не было членовредительства и прочее, прочее. Вот-вот, что было после этого всего. Это уже, знаете, я потом пешком, как сумасшедший, нёсся часа полтора, по дороге выпил сначала коньяку сто, потом коньяку ещё сто, и всё правильно, потому что ещё только не хватало по этому поводу коньки отбросить. Большое спасибо. Вот приблизительно и вся история. И говорить о каких бы то ни было извинениях, ребят, простите, мне после всего происшедшего извинения могут произносить же все хором. Извинения могу принять, могу не принять, но ноги моей там, безусловно, больше не будет. Потому что есть какие-то вещи, ну, которые дальше уже невозможны. Понимаете? Если у кого рыбья и рабья кровь, ну, они не в силах понять, что когда ты в работе, у тебя на градус повышается температура, у тебя выброс очень высокий адреналина и глюкозы, ты находишься совсем не в том состоянии. И в этот момент тебя ещё начинать вот так вот троллить, нужно быть идиотом. Но те, я повторяю, кого из себя не выведешь бревном, этого совершенно не понимают. И принимать глубокую заторможенность и флегматичность за журналистский профессионализм, простите, ребята, надо быть идиотами. Задача журналиста – сделать максимально хорошую передачу. Всё остальное – полная фигня. Так что за сим всех исключительно весёлого первого мая, чтобы кончились все эти эпидемии, не только коронавирусов, но и разнообразнейших мерзостей и глупостей. Продолжение следует...